Здравствуйте, друзья! Это программа лекций по истории права. Меня зовут Александр. Сегодня мы с вами продолжаем говорить о истории прав человека. И мы начинаем рассматривать всеобщую декларацию прав человека. После окончания Второй мировой войны, 24 октября 1945 года, была основана Организация Объединенных Наций. Межправительственная организация с целью спасти будущие поколения от уничтожения в результате международного конфликта. Согласно Уставу ООН, было создано шесть ее основных органов, в том числе Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Международный суд, а также Экономический и Социальный Совет, которые занимаются вопросами прав человека. Устав ООН наделил Экономический и Социальный Совет полномочиям создавать комиссии по экономическим и социальным вопросам, а также комиссии для популяризации прав человека. Одной из них стала комиссия ООН по правам человека, которая под председательством Леонора Рузвельф подготовила всеобщую декларацию прав человека. Декларация была разработана представителями всех регионов мира, и при ее создании были учтены все законодательные традиции. Официально принятая ООН 10 декабря 1948 года, она стала наиболее универсальным документом по правам человека, в котором изложены 30 фундаментальных прав, лежащих в основе демократического общества. Вслед за этим историческим событием, Ассамблея обратилась ко всем странам-участницам с призывом обнародовать и повсеместно распространить текст декларации, а также подробно разъяснить его в школах и других образовательных учреждениях, независимо от политического статуса этих стран и территорий. Сегодня декларация – это реально живой документ, который во всем мире принят в качестве соглашения между правительством страны и ее гражданами. Согласно книге рекордов Гиннесса, декларация – это документ, переведенный на самое большое число языков в мире. Это была программа лекции по истории права. Оставайтесь с нами.